Всем привет! С вами Вова Ломов и теплейца социальных технологий. Сегодня мы опять поднимем тему безопасности и поговорим о цифровой гигиене. Есть базовая безопасность, необходимый минимум, первостепенные действия, например, синхронизация в облако. А есть такие действия, которые вроде не обязательны, но крайне желательны. Вот пароль на вход в BIOS относится как раз к этой категории. Сейчас я это сделаю, объясню зачем это нужно и вы, вероятно, подумаете, что вам это никогда не пригодится. Но, во-первых, если вам это понадобится всего единожды в жизни, это уже оправдывает потраченное на установку время. А во-вторых, это главное, это нужно сделать всего один раз, это займет у вас ровно минуту. Сделали, забыли. Итак, ставим пароль. Для этого при включении компьютера прямо в самом начале нужно нажать F2 или в моем случае Delete. В принципе он пишет, что нужно нажать для входа в BIOS. Желательно нажать несколько раз на всякий случай. Вообще BIOS это настройки компьютера до установки операционной системы. Ну то есть самые-самые базовые настройки. Поэтому скринкаст у нас сегодня необычный. Я снимаю с экрана камеры просто потому, что Windows со всеми его программами еще не загружен. Выглядит BIOS на разных компьютерах по-разному. У меня так. В принципе тут все интуитивно понятно. В моем случае нужно нажать на расширенные настройки. Возможно, в вашем тоже. Тут, видите, настроек много. Когда-то давно в BIOS приходилось заходить достаточно часто. Я помню, как для того, чтобы запустить второй Warcraft на 486, мне приходилось в BIOS ставить Enable напротив какого-то пункта, а просто для работы опять возвращать Disable. Какой был пункт, я уже не помню. Установка пароля находится где-нибудь в начале. У меня это пункт в основных настройках. Видите безопасность установить пароль администратора. Устанавливаем пароль, подтверждаем пароль, нажимаем выход и сохранить изменения. Все. Теперь при попытке зайти в BIOS он просит пароль. Зачем это нужно? Вы, естественно, и это относится к базовой безопасности, установили пароль на вход в Windows. Злоумышленник вроде не может зайти в ваше отсутствие в ваш компьютер и похитить особо ценные фотографии кота Проши. Все хорошо. Вы отлучились в магазин или СИЗО. Пришел злоумышленник, зашел в BIOS, выставил здесь загрузку, например, через USB, вставил флешку с любой операционной системой, что-нибудь небольшое по объему, типа Linux или DOS вообще. Загрузился с флешки и получил доступ ко всем файлам, которые лежат у вас на компьютере в обход всяких паролей. Все. Скопировали, сохранили на диск и нет у вас больше фотографий кота Проши. Или вот вам готовый вещдок по 282 и по тундре по широкой дороге. Что еще сказать? Я не разбираюсь в маках и не люблю Apple, честно говоря, из-за его высокой цены. Но если вы счастливый обладатель этого чудо техники, то там BIOS нет. Но тоже есть возможность запароллелировать загрузку с внешних носителей. В маке это называется пароль EFI или пароль прошивки. Показать не могу, гуглите, но вроде это тоже достаточно просто. Все, любите друг друга, более лучше защищайте ваш компьютер, подписывайтесь на канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий. Субтитры сделал DimaTorzok